недавно я купила вербу у бабушки на улице и теперь у меня по всей комнате распространяется приятный запах и весь пол завален вот этими посечками они очень приятные на ощупь я с детства люблю их трогать гладить и кайфовать примерно такие же ощущения как лопать шарики на такой пленке знаете такие маленькие ты хлопаешь приятный звук и мини развлечения на каждый день но единственный недостаток вербы в том таких шариков что они быстро заканчиваются верба завянет и не придется выкинуть а сегодня я хотела бы рассказать вам о нескольких вещах которые постоянно со мной и которые делают мою ежедневную жизнь лучше это очень важно иметь такие вещи у себя дома и окружать себя приятными мелочами мы все постоянно подвержены влиянию плохой погоды негатива который сваливается на нас как только мы выходим не за на улицу или из комнаты настроение вообще такое нестабильное и быстро меняющиеся мне кажется практически каждый в какой-то момент ломается и ему кажется что мир вокруг слишком серый как это дверь у меня было такое состояние довольно часто что я настолько устаю что просто нету сил и фантазии для того чтобы придумать себе какое-то мини развлечение но в этот случае вещи которые меня окружают начинают работать на меня они поднимают немного настроения и подбадривают у меня несколько таких вещей приятных мелочей которые делают мою жизнь ежедневную чуть лучше чем она могла бы быть сейчас я вам представлю свой список и может быть натолкнулась на идею собрать свой набор первой в моем списке это моя любимая кружка и она огромная и она с крючком это ее два огромных достоинства до того как у меня появилась эта кружка я всегда страдала потому что мне не хватало того количества чая который помещается в обычный стакан плюс я еще всегда отливаю холодную воду когда пить чай поэтому чая становилось совсем-совсем мало это же кружку помещается за миллилитров пятьсот наверное а то и больше и мне очень нравится что у нее есть блюдца я только когда думала над этим видео поняла почему же я так хотела чашку с блюдцем это напоминает мне маленькие сервизы из кукольных домиков я играла в такие в детстве там за у кукол были мини столовые приборы тарелки чашки и у чашек ставлю блюдца и мне кажется что это ностальгическая тема с блюдцем у меня сейчас но вообще это и удобно и функционально потому что можно ли себе чай и положить что-то сбоку и уйти смотреть сериал или что-то в этом духе а можно просто поставить их рядом и они все равно круто смотрятся в этом розовом цвете я кайфую когда на красивой посуде лежит красивая еда на вкусная помимо физического наслаждения от еды я получаю еще и эстетическое от сочетания цветов второй пункт моем списке тоже касается еды и это оливковое масло я поняла что я добавлять оливковое масло во все во все блюда которые я ем во все крупы во все бобовые в салаты я не добавляю оливковое масло только к мясу и к фрукту мне кажется все остальное я потребляю только с ним мне нравится его вкус его запах мне нравится что оно и полезное и ароматное если у меня заканчивается оливковое масло я сразу начинаю немного страдать не могу нормально есть овощи не могу нормально есть гречку мне уже чего-то не хватает третий пункт в моем списке это тоже масло но в этот раз для лица я покупаю его в organic shop и мне очень нравится сначала у меня было масло из авокадо теперь масло из виноград и косточки вообще масло оно стоит много дешевле чем крем но мне кажется увлажняет не хуже вот для меня это уже знаете превратила скорее в ритуал нежели в какую-то косметическую процедуру каждый раз когда я наношу масло я как будто подготавливаю свое сознание к дальнейшему сну и такой спокойной душой ложусь в кровать четвертый пункт это то что я слушаю довольно часто это подкаст который называется blitz and chips я нашла его недавно но уже по уши влюбилась и он сопровождает меня из универа в универ дома когда качаюсь на качелях в общем практически все это время что хожу с наушниками я слушаю именно его я оставлю вам ссылку под этим видео если вы интересуетесь кино музыкой культурой культурными феноменами разными я думаю вам будет интересно послушать его делает гриша пророков который работал в логатмия фиши и других классных проектах и он собирает своих друзей из медиа сферы они просто болтают как часто бывают в компании друзей при этом это всегда очень интересно и смешно и познавательно и пятый пункт в списке это всевозможная бумажная продукция которую я притаскиваю домой храню тут а потом делаю из нее коллажи речь идет о плакатах билетах афишах каких-то брошюрках картинках из журналов и газет и мне нравится что практически все из перечисленного я могу найти это в городе совершенно свободно взять заплатив не рубля и потом сделать из этого коллажи которые часто дарю или оставляю себе но в любом случае очень кайфую от процесса создания и от результата который висит мне на стенах который меня ежедневно радует и вдохновляет получается что из совершенно обыденных вещей типа маленьких афиш в кинотеатре которые валяются и никому не нужны я извлекаю столько польза для себя и удовольствия я вообще вдохновляет идея что в моем списке практически все очень дешевая или вообще бесплатная пожалуй только оливковое масло может стоить довольно дорого но с другой стороны она долго расходуется и те 700 рублей которые я отдаю за бутылку оправдывают себя потому что я потом пользуюсь бутылкой месяца два и больше да и все это к разговору о том что не всегда мы должны потратить много денег или сил для того чтобы получить удовольствие радость и найти классные вещи которые могли нас окружать ежедневно надеюсь что вам понравилось это видео и что по ходу моего рассказа вы можете придумали приятные мелочи для себя и побежите их покупать или они уже вас окружают и что круто и Субтитры сделал DimaTorzok